Всем привет! Спустя неделю с вами снова Фейс Контроль. Сегодня у нас герой кинобоевиков, Супермен, чемпион Узбекистана по карате, поэт, режиссер, сценарист. Он был настоящим кумиром молодежи 80-х. Его портреты украшали обложки журнала «Советский экран». За свою, к сожалению, не очень длинную жизнь он успел сняться более чем в 20 фильмах. Проживе он чуть дольше своих 36 лет, его звезда наверняка разгорелась бы еще ярче. Ни о ком из актеров того времени не ходило столько будоражащих воображения слухов. В его яркой судьбе все было сенсацией и загадкой, восхождение к славе и полная драматизма личная жизнь, увлечение мистикой и трагические обстоятельства гибели. Итак, сегодня наш звездный герой, главный пират всего советского кинематографа 20 века – Долгат Нигматуллин. И рядом со мной герой сегодняшней программы с очень мужским именем – Лев. Привет, Лева. Привет, Ира. Привет всем телезрителям. Ну, так как мы находимся рядом с магазином «Лотос» в Шущенковском микрорайоне, я предлагаю отправиться прямо в магазин, наш любимый магазин, и по пути расскажешь нам немного о себе. Расскажи-ка, как ты вообще давно в Запорожье и чем занимаешься? Ну, в Запорожье я где-то лет уже 12. Родился я в Тамбове. В свободное время я люблю, конечно, проводить на природе, на рыбалке, а также, наверное, с любимым человеком, который у меня есть. Есть. Это уже хорошо. А расскажи нам немножко о Толгате. Очень нравится в пиратах 20 века. Он, конечно, играет роль отрицательную, но он там самоуверенный герой, который побеждает… Многих побеждает. Многих побеждает. Да, многих плохих и хороших людей. А еще он очень красивый, обаятельный, экзотическая внешность, мужественный, это уже лично от меня. И к тому же, надо сказать, что это был первый советский боевик. И в то время в кинотеатрах стояли огромные очереди, и некоторые ходили на этот, посмотреть этот фильм по нескольку раз. Да, это был наш ответ Голливуду. Да, а наш ответ Голливуду – это ты в образе Толгата Нигматулина. Мы сделаем такую программу в память о ярчайшем актере советского кино того времени. А сейчас мы, как ты уже понял, находимся на входе нашего любимого магазина «Лотос». Туда и пройдем. Толгат Кадырович Нигматуллин родился 5 марта 1949 года в городе Кызыл-Кие, Киргизия. Рос в детском доме. Одержимый мечтой стать кинорежиссером уехал в Москву. Поступил во ВГИК со второго раза. Толгата зачислили в мастерскую Сергея Герасимова и Татьяны Макаровой. Кроме того, он окончил высшие курсы сценаристов-режиссеров при Госкино, где его наставником был Витаутас Жалакявичус. Вскоре его колоритную внешность оценили на Мосфильме и предложили в 1967 году роль белогвардейского офицера в фильме «Баллада о комиссаре». В 1971-м, окончив ВГИК, Толгат стал актером киностудии «Узбекфильм». Потом последовали работы в картинах «Седьмая пуля», «Вооружен и очень опасен», «Пираты XX века», «Право на выстрел», «Приключения Тома Сойра и Геккельбери Фина», «Волчья яма», «Один и без оружия», «Противостояние». Аня, привет! О, привет, Ир! А где наш герой? Так, а где же наш герой, действительно? Где-то заблудился наш лев. Ну что, он сейчас подойдет, верно? Подожди, а что у нас сегодня, лев Лещенко, что-то? Нет, звезда у нас сегодня не лев Лещенко, к сожалению, потому что пока в Запорожье нет людей, похожих на него. Но если вдруг найдется, мы в милости бросим нашу программу. А пока нашего сегодня участника зовут лев. Знакомься, это Аня. Привет, Аня. Привет, Лев. А как сегодня называть нашу звезду? С нашей звездой ты можешь поздороваться так. Здравствуй, Талгат. Мы тебя любим и помним. Характерные роли и характерная внешность. Спорю, что с левом можно поздороваться еще иначе. Привет, Салих. Сегодня, чувствую, в Запорожье появятся пираты 20 века. Точно. Ну, ты знаешь, поскольку у нас сегодня очень хорошие волосы, прям как у Талгата, и такой копне могут позавидовать любая, да, и женщин, тогда красить мы не будем, а будем продвигаться к шампуням и бальзамам. Потом подстрижем, уложим и получим пирата 20 века. Алло, я хотела задать вопрос. А у тебя волосы склонны к сухости, к жирности? Да, Аня, у меня склонность к волосу и к жирности. А проблема с перхоти была когда-то? Ну, честно говоря. Ну, была, была проблема с перхоти, но в данный момент сейчас ее так. Сейчас все прекрасные волосы. Ну что, что посоветуешь? Небольшая проблема была, но я посоветую шампунь Сибарин. Это идет аптечный вариант шампуня. То есть он идет лечебный для жирных волос, склонных к перхоти. То есть, в принципе, им можно пользоваться как для профилактики, то есть профилактический шампунь. Очень хорошо подсушивает кожу головы, не раздражает и прекрасно ухаживает. И без рецепта продается. Конечно, и без рецепта. Подходит? Подходит. Укладочку? Идем дальше к укладке. Судя из того, что рассказал нам Лева о своих волосах, я думаю, что нам нужно взять пену и лак для чувствительной кожи головы. Это специальная линия, которая разработана для чувствительной кожи головы. Она не содержит спирта, термостойка, термозащита здесь есть. И очень хорошо фиксирует. Держите. Спасибо большое за отличную продукцию, как всегда. В магазине Лотос только такая продукция имеется. Мы отправляемся у нас дальше по курсу студия красоты «Моя прелесть». И мы отплываем. На Меркурий? На Нежиню. Все, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Нигматуллин увлекался восточной философией, японской литературой, писал прозу и сочинял стихи. Стремление познать себя привело его в духовную организацию, оказавшуюся обычной сектой. Когда его взгляды разошлись с убеждениями так называемого учителя, гуру скомандовал ученикам «бейте его». Пятеро целителей в течение нескольких часов с особой жестокостью избивали руками и ногами несопротивлявшегося чемпиона по каратэ. Когда пришла помощь, было уже поздно. На теле актера обнаружили 119 ран. Потом был суд, который приговорил участников преступления к разным срокам заключения. Сейчас в Кизыл-Кие, улица, на которой жил актер, переименована в улицу Нигматуллина. Планируется установить мемориальную доску, а в далеком 85-м у супруги актера не было средств на перевозку тела на родину и пришлось согласиться на кремацию. Его прах захоронили в Ташкенте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Встречайте нашего героя, которого зовут Лёва. А создавать мы сегодня образ будем Талгата Нигматулина, легендарного актера. Вспомним талант. Убедительного пирата 20 века. Да, действительно образ Салиха будем. Хотя, кстати, самому Талгату Салих абсолютно не нравился, потому что вот после того, как фильм вышел на широкие экраны, ему предложили 6 отрицательных ролей сыграть. А это все, приговор. Это значит актер одного ампла. А мне всегда он казался очень добрым и интеллигентным человеком. Ну, если честно, таким он и был, как рассказывает. У нас продукция, которую ты уже видела, да? Сибарин, дафт, пенка и лак для волос. Будем доводить до кондиции, Лёва. Ну, как бы окрашивание, я думаю, что здесь не нужно, так как цвет волос достаточно подходит. А начнем со стрижки, мытья и стрижки волос. Да, абсолютно. Ну, вперед. Удачи, Лёва. Новый сибарин теперь имеет двойное действие – глубокое очищение и нежный уход. Таким образом, кожа головы не только очищена от перхоти, но и полностью ухожена. Сибарин обеспечивает эффективную защиту, а также нежно успокаивает раздраженную кожу головы. При регулярном применении шампуня предотвращается образование перхоти, а специальная формула для жирных волос эффективно устраняет излишнюю жирность. Так волосы становятся свежими без раздражения. Мужчина или женщина – каждый из нас стремится выделиться из толпы, найти свой собственный стиль, чтобы подчеркнуть внутренний мир. Из чего он формируется, этот стиль? Костюм, обувь, часы, модные мобильные телефоны или, может быть, аксессуары? Да, но ваш внешний вид расскажет о вас куда больше, чем все вышеперечисленное. А что такое внешний вид? Это не только лицо и волосы, это еще и ухоженные руки. Притом, независимо от того, женские ли они нежные или мужские крепкие, они должны быть ухоженными. Многие уже знакомы с понятием аппаратный маникюр. Для тех, кто еще не в курсе, Ксюша, расскажи, пожалуйста, чем аппаратный маникюр отличается от классического? Аппаратный маникюр рекомендуется делать для сухой кожи, предпочтительно он больше подходит. Почему? Потому что избегаются подрезкивания, заусеницы, а также порезы. Специальные насадки легко удаляют кутикулу, при этом не травмируя ноготь. А также аккуратно шлифуют кожу вокруг ногтя и позволяют сохранить маникюр на продолжительное время. Ну и не забывайте, что в студии красоты «Моя прелесть» работают профессионалы, абсолютно все, в том числе и мастер маникюра, поэтому торопитесь, проспект Ленина, 95, 636, 999. Тришка уже окончена, сейчас смоем остреженные волосы и сделаем укладку. Режиссер Николай Попков, друг Талгата, взялся за постановку художественного фильма о трагической судьбе спортсмена и актера Талгата Нигматулина. Он же написал сценарий к этому фильму, основанный, кстати, на реальных событиях середины 80-х годов. В картине «К вам пришел ангел» речь идет о главном герое, о благородном, серьезном человеке, который попал под влияние властолюбивого сектанта Гуру и погиб, трагически погиб в результате своего такого трагического заблуждения. Судя по всему, у нас уже все готово, и укладка Левы в полном порядке. Можно забирать и отдавать его Мише. Правильно? Да. Вперед! Ну что, мы с братом-близнецом вас уже заждались. Я смотрю, ты мне сегодня привела очень нестандартного и интересного актера. Да, Талгат Нигматуллин. Отлично. Выговорить пробовать не буду, но актера знаем. Ты знаешь, сколько я тренировалась, прежде чем у меня это получилось? Ух, никому не скажу. Ну, мне придется макияж с первого раза. Так что... Без дублей. Так что поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лев? Так вы преобразились? Конечно, Ир. С косметикой пупа еще не такие чудеса можно творить, на самом деле. А сейчас нам Лева пойдет и покажет чудеса, на которые способен чемпион по карате. О, я с вами не еду. Покажи, покажи. Обижали, посмотрим. Пока. 1979 год. На экраны страны вышел первый советский боевик «Пираты 20 века». Этот фильм стал нашим ответом Голливуду. В «Пиратах» было все, за что зрители во всем мире любят этот жанр. Захватывающая история противостояния наших и чужих. С драками, стрельбой и опасными трюками. «Пиратов» посмотрели 90 миллионов зрителей. Но кто знает, как сложилась бы судьба фильма, если бы в главных ролях не снялись два актера, два старых друга. Секс-символ номер 1 70-х Николай Еременко-младший и восточный красавец Толгат Мигнатудом. Судьба однажды дала им шанс, и они блестяще воспользовались им, став главными героями главного советского боевика. Героями ушедшей эпохи, последними ее пиратами и романтиками. Как вы думаете, спасся еще кто-нибудь, кроме вас? Если вы укажете примерные координаты, мы свяжемся с судами в этом районе. Да. Товарищ капитан, прямо по курсу обнаружено судно. Расстояние 40 кабельтовых. Сейчас иду. А-а-а! Лёва, ну ты молодец! У тебя отлично получилось, у меня аж мурашки по коже, пока я там подглядывала за тобой. А как тебе Толгатом Нигматулиным быть? Ну, ты знаешь, вообще-то супер настроение, приток большого адреналина, и можно сказать, что... В жизни, наверное, такого испытать невозможно. Да, ты права, в жизни это испытать просто не нужно, это, наверное, только надо где-то сняться в таких... Кино «Большая сила». Спасибо, Тебелёва, за уникальную встречу с замечательным актером Толгатом Нигматулиным, ведь они живы, пока мы о них помним. Присылайте нам свои фотографии, и мы обязательно встретимся через неделю. Пока. Редактор субтитров А.Семкин